Спасибо, добрый день. Я рада сегодня быть здесь с вами. Анна меня представила. Вы видите, что я, конечно, много знаю про энергетические рынки. Я не очень представляю ваш уровень понимания вопросов, поэтому, если вы позволите, я буду вести лекцию в интерактивной форме, чтобы мы с вами обсуждали, может быть, вместе какие-то темы, вопросы, чтобы было понятно, что вам доступно и, может быть, на чем мне надо более подробно остановиться. Но, в целом, говоря об энергетическом рынке сегодня, вы понимаете, что это рынок очень сложный. Это рынок, который сформировался практически столетия назад, и сейчас он притекает очень большие изменения. Поэтому я хотела бы сегодня дать вот в первой лекции некоторые характеристики этому рынку и, как вы считаете, понять, что же главное на нем сегодня происходит из того, что определяет совершенно новые тренды, новые тенденции развития. Ну, если мы с вами говорим о энергетическом рынке, он представлен разными, естественно, источниками энергии. Energy Mix, о котором говорят все эксперты. И который состоит из различных сегментов органических и неорганических топлив, которые использует человечество сегодня. Как вы считаете, какой основной энергетический ресурс сегодня используем люди? Нет, конечно нет. В общем энергетическом миксе какую долю занимает нефть в процентах примерно? 50%. Это много. 32%. 32% – это номер один основной энергоресурс. В принципе, это, если мы посмотрим на все 100%, не так уж много, но это и не мало сегодня. Когда нефть впервые появилась на рынке? Как товар? И где? Сейчас, вы скажете, раньше. Там были по 100%. Да. Когда, какой период исторический? Конец 19 века. Да, конец 19 века. 1870-е годы. И где географически? Да, наверное, США. США, Пенсильвания. Вот, Пенсильвания, нефть как товар появляется в 70-е годы 19 века. Еще этот товар новый, он неизвестный. Пользуется он ажиотажным спросом, цена на него очень высокая. Если вы видели какие-то фильмы художественные или документальные, нефть бидончиками по железной дороге перевозится и очень-очень востребован становится. До этого времени, чем топилось человечество? Какой энерго-лесурс использовал человек? Уголь. Уголь. Как вы считаете, сегодня уголь, какое место в энергобалансе занимает в энерджеме? На втором месте он после нефти. На третьем, на первом месте. На первом нефть, мы с такими скажем. Все-таки пока она на первом. На втором тогда. На втором, да. Нефть отодвинула уголь. На второе место, на третьем месте 20 и дальше прочее. Источники, какие еще вы знаете источники энергетики? Солнечная энергетика. Еще? Газар. Гидра, да, еще. Атомная энергетика. Ветер, атомная энергетика, конечно. Если мы посмотрим по объему, то это нефть, потом уголь, потом газ, потом атомная энергетика, гидроресурсы. И альтернативная энергетика, о которой мы говорим, это ветер, вода. От чего зависит спрос на энергоресурсы? Стреление. Конечно. Спрос на энергоресурсы зависит от общего экономического роста и роста спроса на все, включая энергоресурсы. Если мы посмотрим на мировое развитие, то, конечно, мир, который динамично развивается и демонстрирует разные уровни экономического роста, поступательно потребляет все больше энергии. И в основном страны-потребители большого количества энергии, это страны с большим объемом валового внутреннего продукта. Именно рост этих стран определяет общую динамику роста спроса на энергоресурсы. Крупнейшие экономики мира сегодня это американская экономика, Китай, Япония, Германия и дальше. Дальше. Значит, основные экономики, которые задают вот этот тренд роста спроса на энергоресурсы, это, конечно, крупнейшие мировые экономики сегодня, это американская и китайская. Об этом не надо забывать. Именно динамика спроса и роста экономического на американском рынке и на китайском рынке задает тренд роста спроса на все энергоресурсы. Если мы посмотрим исторически, вот посмотрите, какая из картины. До начала 20 века спрос на энергоресурсы увеличился незначительно. И только после Второй мировой войны, практически начиная с 50-го года, в середину 20 века, начинается галопирующий, очень масштабный рост спроса на все виды энергоресурсов. Как вы думаете, с чем связано такое изменение динамики спроса? Может быть, из-за домашней техники, например, с первого машина? Ну, это тоже фактор. Еще. Вот смотрите, многие десятилетия, даже столетия спрос рос незначительный. И вдруг, начиная с середины прошлого века, он масштабно, кратно растет на все энергоресурсы. Что должно было произойти после Второй мировой войны? Почему так вырос спрос на энергоресурсы? Сыначки, которые по отношению, выращались с вторым баллом. Да, но если, это правильно, да. Но если мы посмотрим, тут вырос спрос на все энергоресурсы, на уголь, на нефть, на газ, на все источники. Очень большой спрос новый появился. Развитие технологий? Каких? Компьютер, все остальное. Ну, значит, нефть появилась в 70-е годы 19 века, как товар на рынке. А когда она стала первым самым востребованным энергоресурсом, как вы думаете? Когда она только появилась, она еще мало использовалась. Временно, а по полу, наверное, да? Какой это период? 60-е годы 20 века. То есть 100 лет практически потребовалось нефти, чтобы обойти уголь и стать первым востребованным энергоресурсом. Вот в эти 100 лет, с 70-х годов 19 века до 60-х годов 20 века. Почему так медленно шел процесс изменения приоритетов? Почему нефть? Ну, нефть используется, какими секторами? Кто использует нефть? Транспорт. Вы можете это отметить. 50% потребления нефти, нефтепродуктов, это транспорт. В транспорте это какие сегменты? Легковые автомобили и авиация. Почему транспорт? До 60-х годов, хотя был уже изобретен двигатель внутреннего сгорания, уже ходили машины на бензине, все равно нефть не была основным источником. Использовался уголь как отопительный элемент, в транспорте уголь использовался на паровозах, на железных дорогах, и две мировые войны не смогли изменить этот баланс. Какие еще факторы должны были? Космос. Космос для нефти не такой важный фактор. Технологически это изобретение двигатель внутреннего сгорания. Как только у вас есть двигатель внутреннего сгорания, вы уже технологически готовы. Что еще должно, чтобы товар был востребован в разработке? Для развития... Могли сделать много машин, развивали технологию, создавали машины, и машины могли пользоваться, и могли купить. Уровень качества жизни должно было измениться, да. Еще. Более всего, я бы сказал, что это связано с тем, как к использованию нефти, требует очень найти и кукать, а количество нет, чтобы получить такую нефть. Эффективность. Может быть. Еще. Чтобы товар стал основным на рынке, его должно быть много. Почему его стало вдруг много в 60-е годы прошлого века? До этого его... Нефти было немало, но не столько, чтобы она обошла уголь. В России открыли месторождение, а еще? Солдовская ара. Да. Ближний Восток, отметьте тоже, пожалуйста, это важный фактор. До 60-х годов на Ближнем Востоке нефти добывали международные компании. Американские, британские. Колониальное движение, антиколониальное движение позволило независимым странам Ближнего Востока выйти на рынок с единственным товаром, который у них был, после того, как распалась колониальная система, эти страны стали зависимы от доходов нефтяных и стали много нефти поставлять на рынок. То есть нефти стало много на рынке, достаточно дешевой нефти. И третий фактор – это открытие месторождений Северного моря в Европе. Это дало возможность Европе стать энергетически независимой. Собственно, нефть и газ, которые были открыты в конце 60-х годов, также добавило количество на рынке новых энергоресурсов. И поэтому нефть стала основным источником. Но спрос, конечно, на энергоресурсы после Второй мировой войны был связан с галлопирующим ростом населения. Вы видите, что население после 50-х годов, мировое население мира, стало увеличиваться в геометрической прогрессии. Почему вдруг стало так много людей после двух мировых войн? Стало больше рождаться и больше жизни. Какие факторы на это работали? Медицина улучшилась. Именно. А что? Антибиотики. Какие? Медицин. Антибиотики. Антибиотики, конечно. Открытие антибиотиков позволило резко сократить смертность людей, детскую смертность и вообще от инфекционных заполеваний. И второе, это развитие минеральных удобрений. Чтобы населения было много, оно должно быть здоровым, и его надо было накормить. Минеральное удобрение в сельском хозяйстве, фертилайзис, это отчество развелось после Второй мировой войны, позволило увеличить продуктивность посевных площадей и позволило получать гораздо больше урожая. Население стало жить лучше, дольше и генерировать спрос на энергоресурсы. Вот эти вот факторы прогресса технологического послужили тому, что на рынке стали востребованы все виды энергоресурсов в больших количествах. И практически, начиная с периода изобретения двигателя внутреннего сгорания в конце 19 века, на рубеже 19-20 веков. И на протяжении 100 лет мы видим, как углеводородная составляющая, то есть три ресурса, нефть, газ и уголь, становятся доминирующими на энергетическом рынке. Вот это вот так. Органические топлива, как мы говорим, после фьюис, стали доминантами. На этой основе изменилась и экономическая мощь мировых держав. Очень существенно изменилась. если, вот как мы говорили, в 70-е годы 19 века крупнейшими мировыми державами экономическими были какие страны по флагу? Британия, Германия и Франция. Союз Угля и Стали, начало экономической интеграции в Европе. Мощные мировые державы, которые прошли через две мировые войны, потеряли свою мощь существенно. И уже через 100 лет, к середине 70-х годов, на первое место выходит американская экономика, на втором месте японская, и Германия остается на третьем месте. Вот эта структура середины прошлого века и 70-х годов закрепила доминирование нефти и привязку нефти к золоту и к доллару, как основной мировой валюте. Практически 67% всех торговли нефтяной до сегодняшнего времени осуществляется в долларах. Это тоже послужило такому могуществу экономическому тех стран, которые были связаны с нефтяной экономикой или поднялись на ней. К 2010 году картина меняется и вправду вы знаете, что китайская экономика по паритету покупательной способности уже обошла американскую и мы увидим уже глобальное доминирование Китая. Соединенные Штаты уходят на второе место и третий игрок, который появляется внизу, это Индия в очень большом земле, развивающаяся страна с большим потенциальным спросом, который также будет толкать спрос на энергоресурсы. Вперед! Картинка нефтяной цены. Историческая картинка, которую всегда British Petroleum статистика, основная статистика энергетическая показывает, показывает динамику изменения нефтяной цены в пересчете на реальный курс доллара за весь исторический период. Если мы посмотрим, вот нефть, мы говорили, появляется на рынке в Пенсильвании в 60-е и 70-е годы в 60-е годы. Это ажиотажный спрос, это высокая цена, затем цена стабилизируется и на протяжении 100 лет. До 70-х годов 20-го века цена на нефть практически не меняется, несмотря на то, что две мировые войны, технологический прогресс. Цена на нефть не волатильна. Почему, как вы думаете? А потом начинается вот это высокое волатильство. с чем связана такая стабильная ситуация на рынке нефти? С войной. Две войны, а цена не меняется. А, ну, как вы уже сказали, в нефти были найдены источники нефти еще, наверное, то есть ограниченное количество нефти на то время. Ну, казалось бы, если ограниченное количество, то спрос должен быть высокий, цена высокая. А здесь цена невысокая и достаточно стабильная. не волновались на тот момент на нефть? Не волновались почему? Потому что война посадила, наверное, большая... Ну, в войну-то, казалось бы, надо много ресурсов. А ходить не хватало военной техники, которую мы использовали? Да, военная техника не была переведена массово на новые энергетические товары, новые продукты. Но, заметьте, это рыночная ситуация. нефть продавалась по долгосрочным контрактам. Долгосрочные контракты это всегда рынок продавца. Долгосрочные контракты фиксируют интерес продавца. Вы фиксируете тот объем, который вы продадите, по той цене, которая вас устраивает, и вы уверены в том, что вы продадите этот товар. Вот практически сто лет нефть продавалась крупнейшими международными компаниями. Какие вы знаете крупнейшие? Американские, в основном. Еще? Ну, вы знаете, есть книга Даниэла Ергина «The Price добыча», которая просто в детективной форме описывает историю формирования нефтяной отрасли. Профейлеры, которые на американском рынке создавали нефтяные компании, и эти компании контролировали рынок. Это контролируемый рынок, рынок продавца, и на этом рынке нефть продается по фиксированным ценам недолгосрочных контракт. Вот эта ситуация, несмотря на две мировые войны, сохранилась, и затем все резко меняется в 70-х годах, в начале 70-х годов. Что происходит? Кризисный. Который связан с чем? Появляется новый игрок на энергетическом рынке, и это тоже важно понимать. Игроками энергетического рынка являются как и крупные компании, так и объединения. Опять появляется, да? А организация стран экспортеров нефти, объединяющая как картель интересы крупных поставщиков нефти с Ближнего Востока. Вот эти страны, которые целиком и полностью зависят от нефти, проявляют свою политическую волю в 70-е годы, вводя им барганы поставки нефти на рынках Европы в ответ на кризис политический. Коллапс, очереди за бензином, рынок не готов, рынок реагирует. Цена на нефть в 4,5 раза поднимается и наступает новая эра в развитии энергетического рынка. Рынок от долгосрочных контрактов переходит в спотовой торговле. Фьючерсная спотовая торговля. Спотовая торговля, это тоже важно поднимать, всегда защищает интересы потребителя. Длинные контракты, долгосрочные контракты, это интересы продавца. спот, когда вы по определенной цене, определенное количество в данном периоде времени готовы купить, это интересы потребителя. Переход на спот меняет структуру рынка. Это уже рынок потребителя и создается, ОПЕК создан был в 1960 году, а после кризиса в 1973 году создается международное энергетическое агентство, которое защищает интересы потребителей и вводит обязательное резервирование нефтепродуктов и нефти в хранилищах. На 60 дней в странах потребителя должны быть запасы нефти и нефтепродуктов, чтобы избежать коллапса. И вот эти запасы нефти и нефтепродуктов в хранилищах тоже влияют на динамику энергетического рынка. Рынок становится уже рынком потребителя. ОПЕК собирается каждый квартал и до сих пор, как вы знаете, и старается как-то определить те объемы нефти, которые будут проданы на рынке, чтобы сбалансировать цену. И цена достаточно спокойно держится до начала нынешнего века. В коридоре 20-25 долларов за баррель, падает в 98-м до 10 долларов за баррель в связи с азиатским кризисом. И затем поднимается на рекордно высокий уровень, когда была самая высокая цена на ней. недавно. В 2012-м в кризис, в пид-кризис. Это для вас может давнее прошлое, но это недавнее прошлое. 2008-й год. 2008-й год цена на нефть 147-147 долларов за баррель. Значит, с 10 долларов до 147 долларов в течение 10 лет. Что происходит? Почему так резко поднимается цена на не хватало запасов? Пользовались спекулятивной такой темой, что мало запасов. Ну, по сути своей, что происходило? Что это за период на первое десятилетие нынешнего времени экономического? Рост. За счет чего экономический рост? Экономический рост первого десятилетия был связан с ростом китайской экономики, конечно. И если вы помните, китайская экономика росла темпами 10 и больше процентов в год. Это очень много. Не каждая экономика может расти такими темпами, но поскольку был низкий старт, рост был очень большой. Это много населения большое, которое требует новых энергоресурсов. Значит, китайская экономика росла, а американская экономика, что с ней происходило в первое десятилетие нынешнего года? Тоже был рост связанный с чем? Недвижимость. Пузыри на рынке недвижимости были связаны с очень дешевыми деньгами. Вы знаете, что Федеральный Резерв держал очень низко и продолжает держать ставку процентную. А процентная ставка это уже такая экономика экономическая теория, она регулирует какой процесс в экономике? Ставка центрального банка. А именно? Монтре полси это что? Это регулирование? Сбережение и инфляция. Инфляция, да? Значит, если у вас ставка повышается, то что пытается сделать правительство? Ограничить использование денег, чтобы вы зарегали. Если ставка понижается, оно стимулирует наоборот использование денег, чтобы брали кредиты, вкладывали деньги в экономику. Но когда у вас очень дешевые деньги, то большой соблазн не вкладывать их в какое-то производство, а провести спекулятивные операции. Вложил, получил, снова вложил. И вот эти спекуляции надувают пузыри на рынке. Это необеспеченные деньги, такие, как вы имели на рынке недвижимости производных инструментов, которые рано или поздно приводят к коллапсу, к кризису. Так вот, что произошло? Сложная картинка, но мы сейчас на нее посмотрим. На рынке сырьевых товаров впервые за всю историю на рынок фьючерсов, на все сырье пришли финансовые спекулянты. До этого спрос и предложение было сбалансировано поставщиками потребителей. Здесь на фьючерсах на всех, не только на нефти, стали играть спекулянты, потому что денег дешевых было много. Это и золото, это и металлы, это и зерно, и это нефть. Вот если вы посмотрите, зеленая низкая вот эта вот линия, это увеличение реального спроса на нефть, а тоненькое синее на нефтепродукты исторические, реального спроса. А все остальное это финансовые пузыри, это тот спрос бумажный, который кратно 5-6 раз демонстрировали те, кто играет на фьючерсах. То есть реальный спрос не рос так сильно, а все это бумажная торговля, не обеспеченная торговля, не связанная с реальным спросом, которая обрушила в том числе рынки, которая раздула цену нефти со 47 долларов за баррель, и затем цена упала до 30, вернулась снова к 100, и упала уже окончательно ниже 50 сил. Сегодня мы с вами имеем цену вокруг 50 долларов за баррель, которая в общем цена неплохая, конечно. Она лучше, чем 10 долларов, но гораздо хуже для производителей, которые имели цену 150 и жили очень хорошо. Все страны, которые производили нефть, за вот это десятилетие высокая цена нарастили свое благосостояние. 50 долларов за баррель, цена, которая может меняться, как вы считаете, цена на нефть сможет подняться до 100 снова? Или она будет низкоисторически теперь уже? Низкоисторически. Почему? Потому что мы разваливаем новое средство на кинге. Новый фактор, который сложился в то десятилетие, когда была цена на нефть вышла в 100 долларов за баррель. Шейхи против Шейла. То есть именно гидроразрыв пласта, это сложная терминология, кратин, о которой вы говорите, это гидроразрыв пласта, то есть закачивание в пласть большого количества воды. И горизонтальное бурение, то есть дриллинг не вертикально, как традиционно нефть, а горизонтально бурится пласть, привели к тому, что появился новый ресурс на рынке, который, в общем, был неожидан. И это как раз показывает, как новые технологии могут структурно и глобально изменить рынок. Никто не ожидал, что именно Соединенные Штаты смогут использовать эту технологию. Эта технология достаточно известна была. Она не новая, она не возникла в 2000-е годы, но она была эффективно использована при высокой цене на нефть. И на рынке появился, как мы говорим, новый балансир, сланцевый нефть, который изменил структуру энергетического рынка. Три основные добывающие страны сегодня на нефтяном рынке присутствуют. На первом месте, меняясь по квартальной, это Россия или Саудовская Арань, третье место Соединенные Штаты. Вот это три игрока глобального энергетического рынка нефтяного, которые конкурируют, стараясь сохранить долю рынка сегодня. При этом хочу обратить ваше внимание из трех этих игроков. Как вы считаете, все ли они могут влиять на нефтяную цену? Три крупнейших игрока, имеющие большие доли рынка, 10-12%, это много. Саудовская Арая, не ОПЕК весь, а крупнейшие производители в ОПЕКе Саудовская Арая. Все ли они в равной степени могут влиять на динамику нефтяного рынка? Это вопрос очень политический и это вопрос сейчас самый дискуссионный. Вы знаете, что пособятся журналисты и очень внимательно следят за тем, как происходит переговоры внутри ОПЕК. ОПЕК все время собирается добычу свою сократить, чтобы повысить цену. Как вы считаете, может это произойти, может ОПЕК договориться о сокращении добычи? Нет, потому что одной из сторон есть другие способы поднять экономику, а других стран нет. Да. Абсолютно верно. Во-первых, ни один игрок никогда не уступит свою долю рынка. Как только вы сокращаете свою долю рынка, ее займет кто-то другой. Поэтому в ущерб цене, в ущерб прочим условиям долю рынка все стараются сохранить. страны, которые, как вы правильно сказали, целиком зависят от доходов нефтяных, много потеряют, если они сократят свою долю. При этом цена на нефть вряд ли поднимется долгосрочно, потому что новый балансир сланцевый нефть отличается по структуре производства. Если вы добываете традиционную нефть, то вам сложно достаточно заморозить добычу, закрыть скважину, в особенности в тех странах, где условия добычи сложные, где обводненность, много воды вокруг. Сложно потом восстановить. Сланцевого нет, она короче, там всего 5 лет действия скважины работает, но у нее проще остановить и проще снова запустить. Все ожидали банкротства сланцевых компаний в Семеновых Штатах. Этого банкротства как такового не произошло, потому что банки, которые дали деньги, не хотят их терять. Если компания банкротится, что им останется? Ну, эти качалки, лыжки, которые стоят, это не ликвидный актив. Поэтому через перекредитование все-таки сланцевый нефть поддерживается на плаву. Тем более, что она очень мобильна с точки зрения спроса и предложения. Надо сократить, остановили, надо увеличить, запустили. И вот этот новый балансир теперь совершенно меняет структуру рынка. И мне кажется, что сегодня единственный производитель, который может влиять на рынок, это Соединенные Штаты со своими сланцевыми запасами. Ни Россия, ни Савдовская Рави по сути ничего не могут сделать с ценой. Если посмотреть на ту структуру энергетического рынка, вокруг которой складывается вся политическая и геополитическая напряженность, то она здесь представлена, она очевидна. Это данные, которые каждый год публикуют БП или публикуют Международный энергетическое агентство, крупнейшие производители и потребители энергоресурсов. Мы видим с вами, что по нефти мы сказали, три крупнейших игрока. По газу изменилась ситуация драматическая. Газовый рынок, наверное, сейчас самый острый. Это острее ситуация, чем для нефти. По газовому рынку это очень геополитически острый фокус, что будет происходить с газовым рынком. Мы поговорим сейчас об этом немножко позже, но обратите внимание. Впервые тоже за счет сланцевой нефти Россия, имеющая самый крупный запас традиционного газа, ушла на второе место по объему добычи за счет того, что Соединенные Штаты, добывая сланцевый газ, вышли на первое место. Крупнейший сейчас производитель газа в мире, Соединенные Штаты, очень низкая цена на внутреннем рынке, 22% от мира оборудового добычи. И третий, кровь газовый, обратите внимание, это Иран. Очень крупные запасы, санкции на этой стране были. Сейчас, после снятия санкций, Иран будет играть ключевую роль в развитии энергетического рынка. И то, что будет политически происходить вокруг Ирана, будет исключительно и полностью связано с его энергетической составляющей. Поэтому это основной фокус ближайшего десятилетия. И зависимость всех остальных вот этих энергий и ресурсов традиционных. Еще раз хочу обратить внимание, что есть очень много статистики по сланцевой добыче в Соединенных Штатах, есть количество скважин пробуренных, но надо обратить внимание, что средняя по объемам добычи, себестоимость добычи сланцевой нефти примерно 45-46 долларов за баррель. И вокруг этой цены будет колебаться нефтяная цена ближайшего десятилетия. То есть никаких иллюзий не нужно иметь, цена на нефть не поднимется выше 60-ти. И вряд ли опустится сильно ниже 40-ка. Она будет колебаться вокруг вот этих 45-50 долларов за баррель, создавая достаточно комфортные условия для нефтяного рынка американского и достаточно нелегкие условия для прочих производителей. Хотя себестоимость добычи в Соединенных Штатах выше сланцевой нефти, чем себестоимость добычи, то есть затраты в той же Саудовской Аравии. Самая дешевая нефть по затратам это нефть в Саудовской Аравии. Но при том, что эта страна зависит целиком и полностью от нефтяных доходов, она более уязвима, чем американцы. Но не все в мире упирается в нефтегаз и вот эта арабская пословица показывает, что есть и другие ресурсы, которые могут успешно конкурировать на рынке с традиционными углеводородами. И сегодня, вот после того, как технологический фактор сланцевой революции поменял структуру энергетического рынка, мы видим, что новые вводные, новые технологические прорывы позволяют этому рынку трансформироваться дальше. И, конечно, здесь речь идет об альтернативной энергетике. Основной сектор, который потребляет продукты нефти, так и газодобычи, это автомобильный транспорт. На втором месте это производство тепла и энергии. В этих сегментах замещение углеводородов будет происходить с разной скоростью. Конечно, проще всего заместить использование угля и нефтепродуктов в производстве электроэнергии. И сейчас на развитых рынках то, что происходит, вот эта волна движения за чистую энергию, из чего будет произведена та теплоэлектроэнергия, которую мы с вами потребляем, выводит альтернативную энергетику вперед. Альтернативная энергетика, которую мы имеем в виду, это энергия солнца, ветра, биом, масса и прочих ресурсов. Она дорогая в использовании, конечно, но с теми дотациями, которые были, когда экономика мировая росла хорошими темпами, альтернативная энергетика нашла свою нишу, нашла свое место и посмотрите, как много стран развитых начинают использовать в большом количестве альтернативные ресурсы для производства электроэнергии. Поэтому сегмент использования органических топлив в производстве теплоэлектроэнергии будет сокращаться в пользу альтернативной энергетики, безусловно. В особенности здесь показать, например, Великобритании, в которой 63% уже электроэнергии, это самый развитый европейский рынок с точки зрения применения новых технологий, используют уже как альтернативный ресурс. Остается самый главный сегмент, в котором доминируют органические топливы, это, конечно, транспорт. И на транспорте появляется тоже новый челленджер, новый фактор, который меняет структуру энергетического рынка, это электромобиль. Все компании нефтяные, если вы послушаете интервью, которое они дают, очень скептически относятся к возможностям использования электромобилей масштабно в мире. Все говорят, нет, никуда человечество не уйдет от бензина, это все игрушки, и по сравнению с тем объемом электродвигателей, который есть сегодня, еще 30 лет можно жить спокойно на органических топливах. Но если мы посмотрим на структуру рынка, то там, где высокий платежеспособный спрос, там, где население имеет высокий уровень жизни и хочет жить с хорошим качеством жизни, электромобили очень вас требуют. кроме того, хочу обратить ваше внимание, что электромобили связаны еще с концепцией жизни другого поколения. Если на бензине ездило поколение так называемых бэби-бумеров, тех, кто родился после Второй мировой войны в 60-е годы, которые рассекал по дорогам, строил дома, с семьями переселялся за город, то сегодняшнее поколение, вот ваше поколение, в развитых странах это уже люди, которые не так широко, но я не знаю насчет именно вас конкретно, здесь в Монтерейле или вообще на американских просторах, но в Европе это поколение, которое живет в сети, это поколение интернет-зависимых, это люди, которые работают часто из дома, используя интернет, и они уже не так привязаны к использованию длинных поездок на машин, на автомобиль. Поэтому в больших городах находят очень широкое проявление в Европе повсеместно, что удивительно в Китае. Концепция вот это кашеринг электромобилей, когда вы не имеете электромобиль в собственности, достаточно дешевые машины, это не Десла, которые стоят очень дорого, это машины, которые стоят 10-12 тысяч долларов. Электромобили, которые вы можете как вот такси гетто, вы можете вызвать по интернету, взять машину там, где вам нужно, проехать на тот участок, который нужно. А вы знаете, что электробатарея в электромобиле 200 километров дороги обслуживает. Зарядить в розетку, поставить, сдать эту машину, не думая о том, что надо проходить техническое обслуживание, и кто-то следующий возьмет там, где ему удобно эту машину. Концепция другого качества и типа жизни и меняет концепцию применения электромобиля. А вы видели, я думаю, все. Электромобиль это прекрасная игрушка, она абсолютно бесшумная, она милая, чистая, и когда вы в нее садитесь, совершенно другое ощущение. Поэтому в больших городах, в развитых странах электромобиль очень широко используется. И, конечно, все компании автомобильные это понимают, все компании автомобильные сейчас активно работают над электродвигателями. Вы видели на всех салонах в мире новые машины это электромобиль. Гибридный двигатель, которому предрекали большое будущее, сейчас уходит уже в сторону. Остаются чистые электромобили, которые вы можете зарядить плагин в любой точке у себя дома, в гараже, это очень удобно. И прогноз в течение 10 лет развитая часть человечества перейдет на электромобильный транспорт. При этом все работают технологические ресурсы на то, чтобы увеличить срок действия электрической батареи. Как только вам будет хватать больше, чем 200 километров проезда, конечно, весь транспорт перейдет на электросистемку. Второй этап это авиационное топливо. Конечно, для самолетов пока электробатарея не работает. Уже были, может быть, вы видели примеры, когда летели самолеты в Европе, там, с одной стороны в другую, долго очень. То, что можно пролететь на керосине авиационном за 40 минут, по-моему, они летели 5 часов, но все равно это шаг вперед. И в этом направлении тоже идет большая работа. И я думаю, что в течение 10 лет мы увидим вот это масштабное изменение энергетического рынка переход на электродвигатели. Это совершенно и качественно изменит структуру рынка. Показателем качества жизни является не только потребление количества ВВП на душу населения, но и потребление первичной энергии на душу населения. Потому что, чем более высокое качество жизни, тем больше электроэнергии потребляет домохозяйство или отдельный человек. В мире на первом месте находится Норвегия. это страна уникальная, страна с небольшим количеством населения, всего 6 миллионов человек, но в Норвегии, которая имеет собственные ресурсы, добывает нефтегаз в Северном море, продает на мировом рынке нефтегаз, а сама живет за счет гидроэнергии, имея много источников гидроресурсов на своей территории. Эта страна самая развитая с точки зрения качества жизни, потому что это страна, которая очень эффективно использует те ресурсы энергетические, которые есть. И вот этот пример норвежский использования всех тел, даров природы, которые есть, дает основание считать, что это тоже модель будущего. Хотя эта страна небольшая, в крупных странах, конечно, такая модель не всегда однозначно так может использоваться. те явления, которые происходят сегодня на энергетическом рынке, та волатильность нефтяной цены, те проблемы, которые связаны с геополитикой вокруг нефти, привели к отходу от концепции, которую мы считали незыблемой еще 10 лет назад, что рынок энергетический будет глобальным, что на нем любой товар энергетический может быть куплен и доставлен в другую точку мира по той цене, которая сложилась на рынке. Сейчас все больше происходит отход от глобальных трендов в пользу региональной стабильности, чтобы использовать собственные ресурсы. Пусть они будут дороже, но они будут свои. И вот это вот изменение концепции отхода от глобализации, переход к регионализации тоже показывает, что энергоресурсы, которые экономически по стоимости производства дешевле, дороже, чем может быть то, что вы можете купить на рынке, все равно используются странами, как то, что свое и защищают. И это новое понимание концепции энергобезопасности, о котором мы будем говорить в следующей версии. Чуть-чуть пройдусь по нефтяным месторождениям. В Техасе открыты месторождения практически в это же время были открыты месторождения в Царской России, в Паку, в Азербайджане, потом было открыто крупнейшее российское месторождение Самотвор, и в принципе по миру очень много разного набора нефтяных месторождений с разной себестоимостью добычи. Нефти много. Тезис о том, что нефть заканчивается, уже умер. Нефти много, и геологи доказали, что нефть, как органическое соединение, подсасывается, как бы, производится из пластов земли. При нагревании плазмы органические соединения превращаются в нефть. Поэтому на шельфе море ее много. Другое дело, что ее трудно добыть, она дорого стоит, но она практически стала неисчерпаемым ресурсом. То есть, я сейчас скажу банальную вещь, вы знаете, это цитируют часто, проекта Саудовский. Принц Саудовской Аравии сказал, что каменный век закончился не потому, что закончились камни. И мы думаем, что нефтяной век тоже закончится не потому, что нефть больше не будет добываться, ее не будет хватать. Она будет, но она уже не будет востребована. На сегодняшний баланс спроса и предложения на рынке сложился. 97 миллионов бар в день спрос, и мир потребляет 97 миллионов бар в день. Спрос будет расти на нефть небольшими темпами, один с небольшим процентом. Это достаточно большое потребление. Но баланс спроса и предложения есть. При той цене нет, который есть и вы. Новые игроки на рынке. Если семь сестер нефтяной отрасли, о которых написал Еркен в книге, традиционные американские британские компании и Royal Dutch Shell определяли структуру энергетического рынка в 70-е годы, то сегодня это новые семь сестер, это национальные компании, которые не являются рыночными с точки зрения своей деятельности. Их акции не торгуются в основном на рынках, кроме некоторых. Это национальные компании, которые имеют большие запасы углеводородов и которые целиком зависят от стоя цены на международном рынке. Именно среди вот этих компаний национальных. И возникает попытка каких-то новых картельных соглашений для того, чтобы удержать рынок. Именно вокруг этих компаний формируется новая концепция геополитики энергетической, которой сегодня есть. Нефти много, как я уже сказала, доказанных запасов. На 50 лет хватит. То есть это вполне благополучная картина, и она так и будет прирастать. Здесь никаких проблем нет. Больше всего нефти, как вы знаете, традиционной на Ближнем Востоке. Самая дешевая, самая удобная в использовании. По трудноизвлекаемым запасам. Общий прогноз такой, что больше всех, конечно, пострадает Канада, потому что канадские пески имеют очень высокую себестоимость добычи, и чтобы добывать в Канаде на том уровне, в котором она добывала в прошлое десятилетие, надо, чтобы цена на нефть поднялась хотя бы до уровня 70-80 долларов за баррель, что вряд ли произойдет. Поэтому тяжелая нефть, сложные запасы будут выбывать из добычи, легкая нефть будет остаться. Очень важным моментом технологическим является тоже интересный факт процент извлечения нефти из пласта. Сегодня только 35% при современных технологиях может быть добыто традиционным способом. Все остальное остается в пласте. Поэтому это тоже вопрос для сервисных компаний технологических, таких как Шлюнберже, как повысить этот эффект, потому что даже повышение одного процента добычи дает еще большой прирост нефти на рынке. Это тот технологический сегмент, в котором будут работать нефтяники, чтобы повысить эффективность своей добычи. Но на самом деле это очень мало. 30%, 35% всего извлекается, остальное остается в пласте. Газ. Обращаю ваше внимание, разные месторождения были открыты в разное время. Крупнейшее мировое месторождение, вокруг которого все были в фокусе всех политических интересов. Это месторождение, которое делит между собой Иран. Частью оно приходит на Катар и Саудовскую Аравию. Месторождение северное или в Иране оно называется Южный Парс. Крупнейшие запасы газа 13, почти с половиной триллионов кубометров газа. Крупнейшее в мире месторождение. Вот эти газовые запасы будут определять структуру газовых рынков. Сейчас санкции с Ирана практически сняты, все нефтегазовые компании хотят работать. Непонятно, какие условия Иран предможет, но это крупнейший газовый запас. Газа тоже много. По газу доказанные запасы тоже на 53 почти года и больше всего обратите внимание и газа и нефти на Ближнем Востоке. То есть несмотря на то, что в Саудовской Аравии это бывает очень много. Нефти на Ближнем Востоке и ей принадлежит часть газовых запасов, которые они разрабатываются. Катар крупнейший производитель газа жиженого в виде его экспортируют Иран. Газовые рынки не универсальны, они региональны, потому что в газовой цепочке основные затраты это транспортировка. Если в нефти вам надо добыть, и дальше уже вы можете танкером в любую точку мира отвезти, то в газовой цепочке самое главное это доставить газ потребителю. Трубопроводный газ на большие расстояния это дорогое удовольствие. Газ это вообще топливо для богатых. газ дорогой, поэтому на развитых рынках он используется хорошо, на развивающихся рынках, где население бедное, газ вряд ли будет использоваться, потому что это дорого, доставить дорого. Газ имеет три рынка сегодня региональных, это американский рынок, Европа и Азия. Азия, это премиальный рынок, цена на газ в Азии самая высокая, больше всех сейчас потребляет Китай, Япония и Южная Корея, и на этот рынок стремятся все производители. Второй рынок по интересу это Европа, потому что там высокий уровень жизни, большой спрос, собственные ресурсы истощаются в Северном море, и на этот рынок сейчас обостряет конкуренцию, приходит американский газ, добываемый склонцевых порог. Конечно, приход американского газа на европейский рынок обостряет конкуренцию действующих там поставщиков, это Норвегия, Россия и Алжир. Норвегия и Алжир имеют падающую добычу, количество газа, которое они добывают, уменьшается, а Россия построила большие трубопроводные системы, которые все направлены на европейский рынок. И в условиях такой сложной жесткой конкуренции Россия, конечно, может потерять свою долю. Сейчас доля рынка России на Европе 30%, это много. И, как я вам сказала, уже ни один производитель не хочет свою долю терять. Поэтому вот та конкуренция, которую мы увидим по газу на европейском рынке, также будет сопровождаться усилением политического давления. Безусловно. Затраты на транспортировку, универсальные транспортировки, это танкер, нефтяной, в любую точку мира затраты не меняются. Самая дорогая это морская труба. Морской трубой транспортировать газ очень дорого и в зависимости от расстояния затраты кратно растут. Поэтому те проекты, которые связаны со строительством подводных трубопроводов газовых, это проекты все очень дорогие, экономически очень чувствительные, нерезабельные часто. И связаны с большим тоже политическим процессом поддержки. Без этого очень сложно такие проекты реализовывать. И танкер сжиженного газа после 4 тысяч километров становится вполне конкурентным. Затраты снижаются, поэтому трубой на танкерах на какой рынок поставлять, если расстояние большое, будет решать производитель. По доступу к мировым запасам еще раз хочу подчеркнуть, то что время заканчивается. В 70-м году контролировали рынок семь сестер традиционной международной компанией. Сегодня контролируют рынок по доступу именно к традиционным запасам национальной компании развивающихся стран крупных производителей. И здесь очень большое политическое тоже влияние открытости этих запасов для прочих. Поэтому компании международные предпочитают более дорогие запасы иметь, но свои, чем входить на невыгодных для них условиях проекты тех стран, которые запасы закрывают. Ну и чтобы вас долго не задерживать, я хочу просто еще остановиться на одном факторе. Это та система уже развитого города и развитой жизни. Это сматгрид управления энергосистемами локальные. В Европе это очень развито. Я не знаю, сколько это развито. Как раз Калифорния является таким рынком тоже, который пример для других штатов дает. Когда вы, не выходя из дома, можете управлять поставками энергии. Есть понятие умный дом. В Германии используется есть такие кварталы, где 40 технологий природоподобных используются. Для того, чтобы вы не были связаны с какими-то системами отопления, вы сами производите энергию в своем доме, и излишки энергии, вы не выходя из дома, через электронную систему можете продавать на локальном рынке. Вот это сматгрид энергетический также меняет всю структуру, когда сам потребитель становится энергетического рынка. И это уже используется в Сингапуре, это используется в Амстердаме, это будет использоваться в крупных городах, где люди озабочены экологическим фактором, в течение тоже 10 лет очень быстро. Конечно, развивающийся мир будет использовать уголь, Индия, Китай, будут еще использовать собственный дешевый ресурс. Опираясь на собственный дешевый ресурс, можно экономически выиграть конкуренцию. Но прочие страны развитого мира будут использовать все прочие ресурсы. И вот последняя картина, которую я вам хочу показать, что к 50-му году, а может быть и раньше, углеводородная экономика постепенно уступит свое место чистой энергетике. Когда альтернативная энергетика придет на смену, казалось бы, тем ресурсам, от которых мы не можем отказаться, углю, нефти и газу. И мы с вами доживем, и вы-то уж точно, надеюсь, до того состояния, когда вы увидите, что нефтяной век закончился не потому, что закончился нефть, вы будете использовать все природоподобные технологии, технологии использования ветра, солнечной энергии и прочее, для того, чтобы управлять энергосистемой, не выходя из дома. Спасибо. Пожалуйста, Матвей. Меня зовут Матвей. Мой вопрос касается Японии. Вы сказали, что большинство развитых стран переходят на другую концепцию энергетической бесплатности, где они хотят рассчитывать только на свои собственные запасы. Но в Японии, поскольку я знаю, нет собственных запасов, и учитывая катастрофу в Фукшиме, они уже не могут рассчитывать на атомную энергию. Так что для Японии как бы. Хороший вопрос. Япония является таким ярким примером. Это страна, которая собственных энергоресурсов практически не имеет, и которая имеет в законодательстве ограничение поставку не больше 10% энергоресурсов из одного источника. То есть, например, Япония не может покупать в России больше газа, чем 10% от всех ресурсов, которые она использует. Это очень осложняет жизнь, конечно, такой развитой экономики с высоким уровнем энергетического потребления, с высокими ценами энергетической энергии. Япония пересматривает после фокушимы использования атомной энергетики, но из того, что мы знаем, мы общаемся с японскими экспертами, Япония не может отказаться от этого ресурса в силу исторической, в силу того, как энергетический рынок в Японии структурирован, поэтому Япония будет постепенно возвращаться к наращиванию использования атомной энергетики. Япония покупает много различных ресурсов, естественно, и в Катаре, и в Австралии этот газ, и в России, но я в следующей лекции об этом буду говорить как раз. Япония, опираясь на концепцию энергетического безопасности, первая в мире разрабатывает ресурсы газогидрата. Это газ, который находится в жидком виде в воде. у Японии есть газогидраты собственные, это очень дорогая технология, в мире она только начинает разрабатываться. Япония первая, которая уже добывает газогидраты на больших глубинах. И это говорит о том, что Япония тоже хочет использовать то, что есть свое, хотя своего мало и дорого, она будет использовать. И это тоже очень хороший пример. Хотя, конечно, зависимость от внешних поставщиков очень большая. У меня относительный вопрос, по-моему, 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 Вопрос связанный с предыдущим. Вопрос, связанный с предыдущим. Как вы видите будущее атомной энергии? В мире? В мире, да. Как это влияет? Вы допустим, сказали, что еще будет важно для Японии как будем это как источник в общем мире? Хочу пока это не знаю, что раз атом сейчас строят атомные электростанции в разных странах. Дискуссия об использовании атомной энергетики ведется давно. Есть страны, которые широко используют атомную энергетику, в частности Соединенные Штаты, которые считают, что без атомной энергетики невозможно развитие крупных экономических мировых. Есть страны, которые в силу ряда факторов, в том числе психологических, движения зеленых, отказываются от использования атомной энергетики. Вот здесь как раз слайд, который я вам не показала, который я хочу прокомментировать. В Европе две соседние страны, Франция и Германия. Совершенно разные подходы к атомной энергетике. В Франции 63% всей электроэнергии производит на базе атомных станций. Франция это лидер в развитии атомной энергетики мировой, они уже сейчас строят генераторы четвертого поколения, это международный проект, одна страна самостоятельно не может с таким проектом справиться. Но вот здесь мы видим очень масштабное использование атомной энергии. Именно за счет того, что Франция так эффективно использует атомную энергию, Электроэстет и Франц компания энергетическая французская смогла очень эффективно работать на рынках европейцев. Например, на британском рынке, я вам говорила, он самый развитый с точки зрения энергетической структуры, французы доминируют за счет того, что у них эффективно используют атомные энергии, низкие затраты, и они могут дойти до потребителя более эффективным способом. Германия закрывает все атомные станции. Германия, которая крупнейшая экономика Европы, соседка Франции, отказывается от атомной энергетики в пользу различных ресурсов, возобновляемых источников. И вы видите, что Германия, как никто, уже практически 70% электроэнергии на базе возобновляемой энергетики использует. Поэтому здесь очень разные отношения и очень разные политические компоненты использования атомной энергетики. Здесь не экономика работает, потому что экономически выгодно использовать естественно атомные станции по коэффициенту полезных действий они очень эффективны. Здесь вопрос, конечно, сохранения ядерных отходов тоже немаловажную роль играет. Но здесь больше приоритеты выбора политического той или иной страны. Я почти уверена, что атомная энергетика будет использоваться широко в мире. И в связи с тем у Китая, например, которая использует все энергоресурсы. Несмотря на то, что вы знаете, Китай собственные углы дешевые используют очень широко. 70% электроэнергии на базе угля производится. Тем не менее, Китай строит атомные станции в международных проектах с участием России и других государств. Китай строит каскадные гидростанции. Китай очень эффективно использует все технологии природоподобные возобновляемой энергетики. Потому что страна развивающаяся и требует большого объема потребления. Атомная энергетика будет развиваться. Скорость каждого этапа в каждой стране различна. Россия имеет очень масштабные планы по развитию энергетики. Четыре реактора еще должно было строиться. Но сейчас экономический спад в связи с тем, что цена на нефть низкая тормозит эти проекты. Но я думаю, что Россия, конечно, будет развивать атомную энергетику, потому что это чистый альтернативный вид энергии. Спасибо. Здравствуйте. Меня зовут Сергей, я заслужу сушить тридцем семестр. Мне хотелось бы узнать об организации ОПЕК. И я так понимаю, что, по-моему, в 2008 году, когда цена на нефть упала до 10 долларов, что Россия рассматривала возможность вступить в ОПЕК. А почему тогда они так не сделали и сейчас они рассматривают возможность вступить в ОПЕК? ОПЕК это организация стран-экспортеров нефти, это основная страна Ближнего Востока, Венесуэла, это страны, которые целиком и полностью зависят от нефтяных доходов. В 1998 году, когда цена на нефть падала драматически, 8-10 долларов западали, начались переговоры о России с ОПЕК. Не с точки зрения вступления, Россия никогда не хотела вступать в ОПЕК, потому что Россия хоть и зависит от нефтяных доходов, не хочет, чтобы какие-то общие ограничения на добычу установились, но Россия всегда была готова кооперироваться с ОПЕК с точки зрения регулирования объемов добычи на рынке. Сейчас эти разговоры в 1998 году практически постоянно идут. Я считаю, что это больше политический флер, потому что экономически, как я вам сказала в первой части лекции, никто не хочет свою долю рынка терять. Но для рынка краткосрочного известие для журналистов о том, что готовы сокращать добычу, это позитивный фактор, который чуть-чуть поднимает цену на нефть краткосрочно. Сейчас снова в Вене в конце ноября должны быть переговоры и вроде бы уже прошел опять новый слух, что договорились ограничить добычу чуть-чуть, чтобы стабилизировать рынок. Я не верю в то, что будет достигнуто твердое условие ограничения добычи. Попытки поговорить об этом будут, чтобы успокоить или наоборот возбудить рынок. Никто не хочет терять свою долю рынка. Единственное, что может произойти, это договориться о стабилизации добычи на нынешнем уровне. Но нынешний уровень для всех производителей максимальный. все максимум сейчас на рынок выбрасывают. Поэтому это не поможет никак. Это больше политический такой диалог, который тоже важен, но не принесет реального какого-то. Но вступать в ОПЕК в России не будет. в ОПЕК Елена Александровна, у меня вопрос. Вы упомянули, что в Японии существует законодательство, которое не позволяет Японцу покупать более 10% из одного источника. А вот подобное законодательство есть в других странах? Я думаю, что Япония является уникальной после Второй мировой войны. Чтобы ограничить свою зависимость от кого бы то ни было, они приняли такие условия. Но она уникальна еще в том смысле среди развитых стран, что практически собственных энергоресурсов нет вообще. И вот эта комбинация создает такую позицию, такие условия, от которых, в общем, Япония страдает сейчас, но менять это пока не собирается. Здравствуйте, Милова, Александра. И смотря на такой более суровый климат в России, Вы полагаете, что Россия начнет переход на чистую энергетику, смотря на солнечные или как бы это нет? Ну, это вопрос гипотетический, потому что если у Вас самые большие запасы природного газа в мире, то смысла Вам что-то другое, более дорогое развивать нет. И пока Россия единственная страна в мире, которая в энергобалансе в своем менеджер-микс имеет более 50% это газ. Ни одна страна больше в таком объеме не использует. Плюс у нас есть дешевый уголь. Когда все это дешевое и свое, то смысла применять что-то другое нет. Конечно, есть пилотные проекты использования альтернативной энергетики в тех регионах, куда экономически невыгодно, например, газовую трубу тянуть. Там используется в небольшом количестве альтернативная энергетика. Ветровая, например, солнечная. Но Россия не такая солнечная страна, как Калифорния, поэтому у нас солнца-то особо накопить в батареях нет. Но под Москвой недавно, две недели назад установили немецкую у нас демонстрационную панель солнечную предлагает, что можно для собственного дома использовать эту панель. Она будет накапливать электроэнергию. В принципе, в течение 8 месяцев в году вы можете этим пользоваться. Я думаю, что люди, которые имеют возможность тратить дополнительные деньги, индивидуалы, не государственные программы, а частные лица, может быть, и будут стараться в своих домах каким-то образом это установить. Насколько это будет эффективно, я не знаю. Но как модель, как концепция это интересно. А пока это пилот. у меня вопрос об Иране. Вы упомянули, что сейчас, поскольку сняты санкции с Ирана и Иран будут на рынок газа, поскольку такие запасы, и вот каковы будут политические аспекты? То есть вы, человек, который понимает, знает энергетику, когда вы видите политические дискуссии и развитие политических событий, вы видите другую сторону, о которой очень часто не говорят. Это как энергетический рынок влияет на внешнюю политику и отличные государства. Вот в связи с Ираном и ситуацией с газом, какие ваши прогнозы? Что будет происходить политически как ответ и как реакция на попытки Ирана выйти на энергетический рынок? Иран, конечно, был остановлен в своем энергетическом развитии теми санкциями, которые на него были наложены Соединенные Штаты и Европейские партнеры. До санкций все, как я сказала, крупнейшие компании работали на месторождении Ирана и хотели развивать эти месторождения совместно, чтобы эти ресурсы навести на рынок. Сейчас все компании, в особенности европейские, такие как Таталь, российские компании, вернулись в Иран и ждут те условия, которые Иран предложит для участников. Если Иран будет предлагать условия сервиса конкретных, то есть вы не можете баланс, запас, который вы разрабатываете, поставить на баланс, то вряд ли будет большой инвестиционный интерес, если Иран предложит комфортные условия для инвестеров, туда придут все компании, потому что, как я сказала, доступ к новым запасам ограничен, и то перспективное месторождение Южной пары, которое есть, оно дает огромные возможности для компаний с точки зрения увеличения их капитализации, запасов и экономической стоимости. Но политически вы знаете, что идет большое противостояние между Ираном и Саудовской Аравией, вокруг Сирии, вокруг вообще всех событий на Брежнем Востоке. Плюс Иран является прямым конкурентом Катара, который маленькая страна, но Катар номер один по производству и экспорту СПГ с жижного газа. И Катар, который выступает на стороне Саудовской Аравии, также не заинтересован в том, чтобы Иран вышел по мирам Ирана. Для России Иран является очень крупным конкурентом по газу, потому что Иран, конечно же, со своими запасами будет стоить прежде всего на европейский рынок. И Россия, как я сказала, 30% имеет. Иранские запасы могут частично заместить запасы, которые Норвегия добывает и приводит на рынок Европы и Алжир, но вот такой острой конкуренции с российскими газовыми проектами мы не хотим. И мы понимаем, что те проекты, которые построены и строятся, это, я вам говорила, это трубы по дну морскому. Это очень дорогие проекты. И если эти трубы будут построены, то конкуренция может не дать возможности окупить эти проекты, что очень опасно. здесь такое сплетение политики и экономики, что трудно сказать, в какую сторону это развернется. Все ждут эти... Соединенные Штаты не сняли до конца эти санкции с Ирана. И насколько манипуляция этими санкциями позволит привлечь... Потому что как только будут санкции сняты, значит пройдут кредиты дешевые. Без кредитов проекты эти не начнут развиваться. Но я практически уверена, что эти запасы выйдут на мировой рынок. Потому что Иран нуждается в доходах нефти и газа. Иран, несмотря на то, что он член ОПЕК, масштабно наращивает добычу. Невзирая на изменения цены, он хочет быть крупным игроком. Это доходы, которые позволят стране расти. При каких условиях он будет на рынок, трудно говорить. Но я думаю, что он будет. Но это будет острая конкуренция экономическая и политическая. Невзирая на 20-х годов. У меня такой вопрос. Вы читали статью, в которой говорится, что промышленная корпорация между Россией и Китаем рассматривается более политически, чем экономическим, со стороны России и со стороны Китая. По вашему мнению, насколько влияемы на такое внимание санкции, связанные с нетегазовой промышленностью в Арктике и необходимости России найти нового доставшего рынка в этой сфере? Это важный вопрос для России, потому что до санкций весь практически российский рынок был повернут в сторону Европы. Европа была основным рынком потребления для российских энергоресурсов. Все трубы тянулись туда, все поставки шли туда и рассчитывали по всем контрактам, а Россия работает по долгосрочным контрактам с Европой, по поставкам газа, что 25 лет еще Европа будет масштабно употреблять российский газ. После того, как ситуация ухудшилась, после того, как были введены санкции, это быстро подвинуло Россию в сторону Азии. Россия, смотрела на Азию с осторожностью, потому что мы понимали, что Китай – это очень большое рынок потребления, Китай готов различные ресурсы покупать, но это очень мощная страна, и отношения с ней пугают Россию с точки зрения «экономическая монопсония». Есть монополия, когда на рынке один производитель, а есть монопсония, когда у вас на рынке один крупный потребитель. Очень страшно привязываться к одному потребителю, единственному, который у вас забирает все, и который, по сути, будет вам диктовать экономические условия. Поэтому ускорение развития экономических отношений с Китаем было во многом связано с ухудшением отношений с Европой, но и Россия немножко опаздывала на китайский рынок, потому что все компании крупные там работают. Сейчас Россия собирается, подписали масштабный контракт, я буду об этом говорить, тоже в следующей лекции, на поставки газа в Китай. Этот газ экономический проект сложный, потому что это большие расстояния, я сказала, что в газовых проектах расстояние определяет затраты и стоимость, но китайский рынок это рынок, который готов употреблять все ресурсы, и российский газ тоже. Сейчас юг Китая, правильный Шанхай, это те терминалы, которые работают на жиженном газе, реагнозификация происходит, трубопроводного газа в Китае мало практически нет, поэтому замещение углем, угля газом, а если кто-то видел или был в Пекине, когда стоит смог, страшно над городом, конечно, экологическая ситуация должна улучшаться, и Китай хочет получать российский газ. Экономическая цена вопроса не до конца еще ясна и утверждена, но тем не менее мы уверены, что этот проект состоится, и это положит основу такому долгосрочному взаимному сотрудничеству. Хотя, еще раз хочу подчеркнуть, очень опасно, когда у вас на конце трубы один крупный потребитель, он будет вам диктовать свои условия. Китайцы очень сложные переговорщики, гораздо сложнее, чем европейцы, и они, конечно, свои условия хотят получить. Еще хочу причем сказать, что китайцы в Energy Mix сравнивают цену на газ с ценой той корзины энергетических ресурсов, которые есть, с углем. А уголь у них свой и дешевый. И поэтому они, конечно, хотят цену на газ опустить, сравнивая ее с углем. А для России, которая на 4000 км будет ценить трубу, цену на газ должна быть достаточно высокой, чтобы окупить этот проект. Поэтому здесь есть много сложностей, но этот проект будет реализован, потому что очень большая политическая поддержка собственно. С точки зрения технологий, конечно, Китай вряд ли на Арктике будет работать с нами. В Арктике мы делаем то, что мы можем, но технологически из Китая могут быть технологии приобретены, и это вполне нормально, разумно. Все сервисные компании работают там, поэтому вопрос к технологиям через Китай это абсолютно очевидный, удобный вариант. Вы говорили, что справедливая цена на газ это 45 долларов плюс на цену на нефть. Значит ли это, ну и говорили, что спрос будет хоть и немножко, но расти, в общем, нет ни тихи, причин, почему он должен будет в ближайшем здесь нагреться. Значит ли это, что аналитики, которые предрекают цену на нефть в 20 долларов и так далее, просто, ну так сказать, есть у них какие-то основания для этого и просто спекулятивные, так сказать, подогревают настроение. И значит ли это, что в принципе, ну учитывая нынешнюю более-менее стабильную, малорадостную, но стабильную ситуацию, в принципе, как бы российскому бюджету ничего особенно страшного не угрожает в среднесрочной перспективе, как бы учитывая то, что уже вот сверхдоходов никто не ожидает, а такого-то ужаса, ужаса уже не случится. В вашем вопросе несколько, наверное, 5 или 6 подвопросов, я тогда, посмотрите, не знаю, что, может, вы даже не имели это в виду, но я уже тогда на этом останавливаюсь. Во-первых, что такое справедливая цена на нефть. Справедливая цена на нефть цена, которую строят и производители, и потребители. Мы не считаем, как производители, что 45-50 долларов за баррель это справедливая цена. Потому что в структуре цены и сдержки, то есть затраты на добычу, имеют самую маленькую долю, в районе 6%, все остальное это налоги. Налоги на нефтяную отрасль в мире везде, это примерно 50%, в России 60%. Нефтяники платят 60% налогов разного вида на то, что они добывают. Поэтому справедливая цена для тех, кто производит по дорогим месторождениям, как в Канаде, а в Канаде себестоимость добычи 45 долларов за баррель, а на Ближнем Востоке 2, а в России там 8-10. Если хотят справедливую цену, она должна быть справедливая для самых тяжелых месторождений. То есть это 45+, и тогда она к 90% подходит. Поэтому мы считаем справедливая цена 90%, а 45% нет. Но значит это будет держаться не справедливая цена, а цена стабильная на уровне 50%, потому что есть ланцевые. Вот эти 60% налогов, и если вы посмотрите, в Америке этого нет. И гораздо меньше, а в Европе тоже где-то 45-50-52% на добывающей отрасли. Это те налоги, которые финансируют социальные затраты любого бюджета государства. Чем больше у государства затрат на бесплатное образование, бесплатную медицину, социальное страхование и пенсионное страхование, тем больше он налогами снимает у нефтяников. Конечно, те страны, которые имеют большие социальные обязательства, очень страдают от того, что цена на нефть низкая. Российские нефтяники, как таковые, при себестоимости затрат 8-10 долларов на баррель, экономически от такой цены не сильно страдают. Но бюджет вынимает очень много налогов. Российская нефтяная отрасль приспособится и будет жить и при 20-25 долларов за год. Может ли цена упасть до такого уровня? Я думаю, что может, если, как я говорила, будут происходить такие масштабные инновации, когда будет переход на электромобили, когда перестанут использовать Германия. Мы рассчитывали, что атомная энергетика будет замещена российским газом, а этого не происходит. Она замещается собственными возобновляемыми энергоресурсами. То есть, если вот такие тенденции будут возобладать, то, конечно, жизнь для добывающих стран и компаний будет нелегкой. Объем потребления будет расти, но он будет формироваться из разных источников по разным структуре вот этого энергий-микса и тогда цена на энергоресурсы будет низкая и не будет таких доходов. Это большая проблема для государства и для компании, конечно, тоже. Вопрос про спекуляцию. Каждый раз, когда у нас в США есть такой пузырь на рынке недвижимости и пузырь лопнет, все говорят, что нам надо опускать голову и говорят, что нам надо принимать какие-то меры, чтобы это не произошло еще раз. так что мой вопрос на рынке нефти, например, были приняты какие-то меры, чтобы предотвратить такой случай или нам надо ожидать, чтобы это случится снова? Это тоже хороший вопрос, потому что после кризиса восьмого года, когда цена на нефть со 147 долларов за пароль упала до 37 за два месяца, все ожидали, что прежде всего на фондовом рынке американском будут приняты ограничения на деятельность финансовых спекулянтов сырьевых фьючерсов. Этого не произошло. И цена вернулась к 100, и держалась на уровне 100. сейчас объективно если рассчитывать справедливую цену на нефть, то мы считаем, что все, что выше 80 долларов, если она поднимается, это спекулянты. А сейчас она гораздо ниже, чем 80, и спекулянты ушли из сырья, потому что нет такого ажиотажного спроса, много нефти стало на рынке, мир потребляет много, сланцевый нефт добавляет добычи, еще есть Иран, еще есть Ирак, поэтому вот эта вот стабильность и гарантированность предложения не дает возможности, ведь спекулянты играют там, где все время какой-то ажиотажный рост, когда вы можете сказать, что вот это будет еще воскресенье, еще воскресенье, а в нефти этого нет, поэтому мы не думаем, что спекулянты будут. Их и не ограничивали, они просто сами ушли, они будут искать те ниши, где можно раскрутить вот этот ажиотажный спрос, явно это не нефтяной рынок. У меня вопрос еще один. То, что происходит с санкциями сейчас, я знаю, что Александр Александрович будет немножко говорить наверное о экономике России, но вот как специалист, который занимается непосредственно энергетикой, то есть как бы вы оценили эффект санкций на развитие энергетической отрасли в России и в связи с эффектом по энергетической отрасли на экономику в целом, может ли Россия воспрять как-то и восстановиться после этого какие для этого нужны механизмы и вот именно чисто энергетические аспекты на экономику? Говоря о санкциях, трудно только на энергетических аспектах останавливаться, потому что все однозначно видят в России, что санкции заслужили очень хорошую роль для России, потому что Россия перестала покупать импортное и перешла к импортозамещению, стали развивать свое. В особенности это ощутимо в сельском хозяйстве, потому что сельское хозяйство наше просто расцвело при санкциях очень много стало собственных производителей, что правило. Для энергетического сектора здесь двоякое может быть отношение, потому что те технологии, которые являются инновационными, которые позволяют увеличивать глубину добычи, они в принципе у России сейчас есть, все, что новое будет появляться, ну да, оно не будет появляться напрямую заходу, но через Китай, через Ближний Восток, через Арабский мир эти санкции доступны, эти технологии доступны, поэтому санкции на них не так сильно влияют. Ограничения прошли по Арктике, конечно, но с другой стороны арктическая добыча имеет себестоимость в среднем где-то 185-100 долларов за бро. Про цену на нефть 50, особо развивать Арктику не имеет смысла сегодня. То есть на ней будет идти какая-то добыча, но не так масштабно, как предполагалось, когда цена была 120. Поэтому здесь тоже вот те новые технологии в арктическом шельфе, они замораживаются в развитии, но это не драматично с точки зрения прироста российского. Многие компании на уровне все-таки на волне высоких цен 120 долларов за баррель прошли масштабную модернизацию по перерабатывающим мышечным темпам. Поэтому сейчас все оснащены хорошо. Главная проблема по санкциям это отсутствие доступности дешевых кредитов, потому что все крупные компании, конечно, работают на кредитах, кредитуются в международных крупных банках и вот ограничения финансовые здесь касаются большей стены. Это самая большая проблема финансовая для компании. в остальном в общем они чувствуют цену. Если бы государство еще не вынимало налогами столько, вообще бы было очень важно. Все, нефтяники и при высоких ценах на нефть все равно массу отдавали государству налогу. Поэтому здесь драматических изменений не произошло. И опять же, чтобы студенты представляли, каков процент энергетического дохода в бюджете в России? Скажу, в следующей лекции прямо целый слайд покажу. Сократилась доля от сырьевого сектора энергетического существенно другие сектора развиваются. Где-то, наверное, 40% наполняемости бюджета дохода от нефтяных компаний, включая их, прибыль сохраняется. Но такой критической зависимости от экспортно-составляющей нет. В принципе, ни по газу, ни по нефти российский бюджет сейчас не зависит, как он зависит, так действует на тот бюджет и газов. Я так понимаю, что один из усложняющих фактов, почему трудно урегулировать цены на нефть, это то, что в США все компании, которые добрывают нефть, они полностью участны. А если вы хотите решить эту проблему в других странах, можно встречаться с президентами, с королем государственной ралии. А как вы считаете, это хорошо или плохо, что здесь этот вопрос полностью как решается путем экономических законов, а не как политическая договоренность. Да, и политика президенту Бану не может, я так не знаю, влиять на такие решения от других странах, но это хорошо или плохо или совсем. Я, конечно, считаю, что экономические механизмы всегда лучше, чем политические договоренности, потому что политические договоренности между двумя людьми могут быть нарушены, они базируются не на сути экономической, на каких-то отношениях, интересах не всегда прозрачных. Экономика лучше работает всегда, рыночные механизмы лучше работают всегда, но реальность такова, что крупные запасы традиционные находятся под контролем стран, которые зависят от этих запасов и которые будут манипулировать доступом к этим запасам. Поэтому мы не можем надеяться на то, что экономические механизмы возобладают, все равно к этому будет очень много политики, вокруг этого будет очень много двусторонних соглашений непрозрачных для рынка, и, конечно, рынок на это будет бурно реагировать. Но я думаю, что уже таких скачков цены и обрушений энергетического ворота, как мы видели, в 70-е годы или в прошлые десятилетия уже не будет. у меня вопрос. Сейчас мы знаем, что сиял начало с трагедии поворот на восток из-за санкций из Запада. Но мы знаем, даже есть санкции, но у них еще есть связи, которые будут продолжаться все-таки. Я хочу знать, как вы думаете о сотрудничестве между Россией и Китаем? Это их недостаток финансовый? Это будет долгосрочно или во время? Я считаю, что, конечно, Россия и Китай это стратегические партнеры. Однозначно, потому что это наш сосед, крупнейший сосед, это огромный рынок. И не использовать эти возможности было бы недальновидно. Поэтому здесь партнерство устойчивое. Другое дело, что вот эта зависимость взаимная, она может иногда, наверное, поворачиваться не в интересах одной из сторон. Очень трудно найти баланс. Потому что Китай с одной стороны хочет все употреблять, употреблять на своих условиях. И эти условия не всегда являются рыночными. Они как раз в случае предыдущего вопроса часто зависят от определенной договоренности на уровне высокополитического руководства. Китай доминирует в регионе Северо-Восточной Азии. И такое доминирование осложняет отношения с другими странами, может быть. На постсоветском пространстве, например, Центральная Азия, страны Центральной Азии, которые раньше находились под большим экономическим влиянием в России, сейчас находятся под разнонаправленным влиянием в Китае, там очень активно представлены. Нам бы хотелось, конечно, чтобы страны Центральной Азии энергетически, например, Казахстан и прочие, Турганистан, были в том союзе, в евроазиатском экономическом союзе, который сейчас образуется, чтобы эффективно осуществлять партнерство, потому что, если Китай будет доминировать на всем пространстве, очень трудно экономически выстраивать отношения. Но то, что это партнерство стратегическое и надолго, я в этом не сомневаюсь. Извините, очень интересная тема. Мне кажется, что все аналитики, в том числе и вы, говорят, что Западная Европа уходит с рынка углеводородов. И вы также сказали, что трудопроводы это самый дешевый вид транспортировки нефти и газа. Самый дорогой вид, извините. Самый дорогой вид транспортировки. Притом, в данный момент Россия строит Северный поток и планирует Южный поток это. Так что мне интересно, думаете ли вы, что такие трудопроводные проекты окупаются или нет? Вы абсолютно правы, это проекты, которые политически ангажированы, прежде всего. И вопрос о их окупаемости очень чувствителен, потому что они зависят от очень больших объемов долгосрочной поставки газа. Россия привыкла работать по долгосрочным контрактам с Германией и с основными европейскими странами в поставках. Сейчас все больше стран уходят от долгосрочных контрактов, не добирают объема по долгосрочным контрактам и стараются перейти на спотовый рынок по аналогии с нефтяным рынком. Спотовый рынок для таких проектов крупных трубопроводных очень опасен, потому что если у вас нет гарантии, что у вас купят по определенной цене, вы можете очень сильно экономически потерять. То, что сейчас строится, является чисто геополитическими факторами, которые прежде всего главным образом связаны с обходом транзита через Украину. Я буду говорить в следующей лекции. Это очень больная тема для России, потому что больше 50% газа в Европу шло через Украину. Сейчас Россия приняла решение закрыть украинский транзит вообще в 2019 году и, конечно, надо искать другие пути, потому что есть обязательства по долгосрочным контрактам, этот газ должен прийти в Европу. Россия не будет терять, я надеюсь, европейских партнеров 30% рынка, это очень много европейского. И как бы Европа не стремилась перейти на альтернативную энергетику, цель есть 20-20-20, вы знаете, это 20% генерации электроэнергии на базе альтернативной энергетики к 2020 году. Германия уже этот предел перешла, но другие страны разной скоростью к этому подходят, все равно кроме 20-ти этих процентов возобновляемых источников будет еще большой объем чистого ресурса, который нужен для Европы, это, конечно, газ, я надеюсь, что Россия не потеряет те контракты, которые у нее есть. Южный поток сложен, чем Северный, Северный построен, работает, вторая очередь будет строиться, как раз Северный поток обеспечивает обход транзит через Украину. Южный поток это очень политическая тема. Газ по Южному потоку нацелен на Южную Европу, которая энергетически очень уязвима, там нет собственных ресурсов, и, конечно, российский газ там бы был очень нужен. Южный поток встречает огромное сопротивление руководства Евросоюза, потому что Евросоюз не хочет увеличивать зависимость от российского газа для своих участников. и в этой связи вот самая острая тема, если кто-то следит за этим, или, может, вы прочитаете потом, это Болгария. В Болгарии нет вообще собственной генерации энергетической и без российского газа. В Болгарии живет очень тяжело. В Болгарии не дают, запрещают присоединяться к Европроекту Южного потока, хотя Болгария очень находится под большим причем. Маленькие страны, им трудно жить, потому что, с одной стороны, политически они независимы от Евросоюза, с дотациями, а с другой стороны, они должны свое население тоже как-то кормить и обеспечивать. Второй сложный момент это Турция, потому что с Турцией был реализован первый проект «Успешный голубой поток» по одной Черному морю на турецкий рынок. Проект был не окупаем экономически, но с теми политическими условиями, которые его сопровождали, там налоговые были послабления, он стал более-менее экономически такой варьбой. Через Турцию планировалось провести южный поток при ухудшении отношений с Евросоюзом. Но потом, знаете, случился большой конфликт у нас из-за того, что сбили самолет. И судьба этого проекта была под вопросом. Сейчас Турция возобновила переговоры по южному потоку. Турция становится на юге Европы и части Азии новым хабом газовым. И с точки зрения политической очень опасно привязываться это вот как Китай в Анапсоне, так и Турция. У нас уже есть Голубой поток, еще будет Южный поток. Турция будет контролировать весь поток газа, который идет из России. Это опасно. Потому что турецкое руководство тоже не является таким последовательным стабильным. Но другого варианта нет. Экономически Россия хочет иметь альтернативу и на юг, и на север поставок газа помимо Украины. Поэтому если эти проекты будут реализованы, я надеюсь, что они будут реализованы, мы получим безопасный транзит российского газа. Украинская тема очень больная экономическая для России, не только политическая. Последний вопрос. Наивный вопрос, короткий. А нельзя водить танк-керамент по связи сзади в России СБГ практически не занимался. Для того, чтобы экономически для того, чтобы вы использовали СБГ нужны два условия. Первое это сжижение на месторождении. То есть чем хорош катар, почему он лидер? Потому что там вся добыча идет на шельфе, вы сразу сжижаете и загружаете в танцер. Если у вас где-то в Сибири, вот ямальский проект у нас сжиженного газа есть, то вам еще надо этот газ дотянуть до моря. Это тоже дорого. И второе это регазификация, то есть терминалы по принятию и разжижению этого газа у потребителей. В Европе очень много терминалов регазификации построено. В среднем их используют максимум на 20-22%. Это очень низкая степень использования. Тем не менее Европа продолжает наращивать объемы строительства. Это очень дорогие терминалы. Если вы сделали такие инвестиции, значит вы же должны хоть как-то это окупать. Конечно, Европа, видимо, по политическим будет стараться перейти все в большей степени на СПГ, на сжиженный газ. Конкуренту Катара может быть только Иран. Россия вряд ли на юг поведет танкерами, сжижая газ. Экономически это очень дорого. Это значит труба до Черного моря, потом сжижение, потом вы должны проливами опять через Турцию, пройти в Средиземную. У России же нет выхода до Средиземной моря. Значит, надо с кем-то еще договариваться, тянуть трубу. Это дорого и политически очень опасно. Россия будет по Средиземной моря. Дороже поток у стран. Дороже в конечном итоге потому что за транзит плата она непрозрачная и много-много политических поступков. А СПГ сейчас на небольшие расстояния становится дешевле. Спасибо большое.